Всем привет! И если что-то грядет, то оно обязательно пригрядет. И сегодня в новостях появилось сообщение о том, что группа Shining записала еще один альбом. Группа Shining это, в принципе, на мой взгляд, одна из таких наиболее спорных команд. В том плане, что, во-первых, очень сложная личность сама по себе их не заводила. Никлас Кварфорд, точнее его правильная фамилия это Олсон, если я не ошибаюсь. И то, что интересно, что, во-первых, он тоже из Швед, он из Швеции, он не из Норвегии. Но дело в том, что по возрасту этот парень, в принципе, младше ребят из Майгама, как минимум на хороших 10-11 лет. То есть он рожден был в 83-м году, в то время как большая половина этих Блэкеров сейчас находится где-то в возрасте от 48 до 52 лет. А Кварфорту, в принципе, насколько я понимаю, нету даже в 43-й год. То есть, да, 36 ему сейчас где-то. Личность, честно говоря, очень-очень странная. Потому что я не был никогда особо фанатом Шайнинга по причине того, что я не уверен, но, по крайней мере, не настолько уверен, что вот этот вот его суицидальный Блэк Металл, хотя он сам говорит, что это нифига не Блэк Металл, что вот этот вот суицидальный, так сказать, вот этот вот тяжелый-тяжелый его Дум Блэк, вообще, в принципе, он очень вторичный. Сам по себе Никлас, как мультиинструменталист, шел по довольно-таки проторенной дорожке, которой идут сейчас многие люди. То есть, ну, домашняя студия, записи, там, то есть, одно записал, другое записал, там, третье записал, четвертое. Потом там собрал себе каких-то сенсионщиков, плюс там еще заручился поддержкой Свена Эрика Кристиансона Маньяка, которому на тот момент было, в принципе, нечего делать. Но его провокативность, она настолько, вот, на мой взгляд, честно говоря, на мой взгляд, она очень вторична, потому что, ну, резать вены на сцене этим занимались. Здесь и Дэд, и Маньяк, и Кварфорд, и Слайер, и, ну, Слайера сами-то, я думаю, не резали, но всегда находился какой-нибудь товарищ, который с удовольствием вырезал себе на руке Слайер, чтобы очередной раз записать, там, не знаю, попасть в какой-нибудь фоторепортаж. При том, что Кварфорд, я считаю, что он, во-первых, ну, то, что я не уверен, в принципе, что для того, чтобы петь такие песни, он слишком долго живет просто. То есть, видимо, я не уверен, что он такой уж искренний человек в своем творчестве. Но, с другой стороны, искренность и творчество – это две разные вещи. Искренность не говорит о том, что творчество будет хорошее. А хорошее творчество не обязательно взятое из какой-то жизненной ситуации. Но так ли уж страдал этот парень, как он это все пишет? Мне все время кажется, что он как-то подражает со временем кому-то. И подражает он то Слайерам, то Майхаму, то Бурзуму, то еще кому-то. То есть, этот человек просто, ну, как бы компилятор. То есть, если бы я его с кем-то мог сравнить, я бы его, наверное, сравнил с Марлином Мэнсоном. Только в плане того, что Мэнсон все-таки интеллектуально был несколько поумнее. Особенно этот его знаменитый трюк в 2003 году, когда он объявил, что он самоубился, а группа взяла себе якобы нового вокалиста. И вот, когда пришли на концерт с новым вокалистом, вдруг ни с того сего выяснилось, что Квартфург никуда не делся, и что он на самом деле все это время просто разыгрывал публику. Ну, при этом с гордостью говорить о том, что от твоих песен там покончили жизнь самоубийством, энное количество людей, это, в принципе, большая-большая глупость. Ну, просто потому, что, ну, в Норвегии-то, сколько там они собирают уже людей, эта группа, она, в принципе, держится за счет капитала самого Квартфурга, который, видимо, не из бедных людей. Но она не собирает огромные залы, у нее нету какого-то огромного количества поклонников. И любители шайнинга, это, как правило, молодежь, которая, ну, что-то вроде вот то, что Эмма называлась, я не знаю. То есть, вот была у нас тут такая вот тусня. Я там, правда, никогда не был, если честно, но наслышан хорошо, что один небоскреб есть такой, где наверху собирались вот эти вот поклонники шайнинга. И там, в общем-то, прыгнув с крыши, можно было гарантированно разбиться, как бы там, хороших 40 этажей. И вот они там на крыше сидели и плакались друг к другу, там, горячими слезами, что вот сейчас вот как вот разбегусь, да как прыгну, как бы, вот эта вот близость того, близость этой смерти, она им давала, наверное, силы дальше жить. Чего того знает. С другой стороны, как говорил один хороший парень, не вскрывайте вены, берегите руки. То есть, ну, что толку, как бы, ну, занимаешься, ты членовредительством, я не знаю, наркоманишь, колешься. То есть, не знаю, то есть, я помню, был у меня разговор с одним таким вот парнем. Я вот ему говорил, типа, вот, спрашивал, вот, типа, ну, вот, ну, Господи, ну, нравится тебе это, хорошо, но почему колоть? А он говорил, что это он как бы сам себя наказывает, как бы, наказывает за что? За то, что он существует, за то, что ему подарили некую... Ну, так, я не знаю, я, честно говоря, не слышал о каких-то вот гробких суицидах, связанных с такими вот группами, которые, типа, Шайнинга или Слайера. То есть, никто не самоубился от того, что слышал какую-то песню. Скорее, самоубивались от таких вещей, как ласковые майцы, самоубивались от таких вещей, как Виктор Цой. Но чем больше группа проповедовала вот это вот селф-дестракшн, вот это самоуничтожение, тем меньше было шансов, что кто-то от нее повесится. Скорее, наоборот. То есть, я не так давно рассказывал эту историю, что был один такой товарищ, который приперся ко мне, взял меня измором просто, приперся ко мне, увидел, опа, письмо Дэда, опа, записи какие-то, опа, все такое. И все бы хорошо, но он выжрал у меня все кофе, которое у меня было с расчетом до конца недели. Он выкурал у меня все сигареты и сожрал всю мою провизию. И ушел к себе домой, где он жил в гостинице, а я жил в какой-то избушке на курьих ножках, если не сказать хуже. То есть, потребительское совершенно понятие, при этом, что человек потом ночью рыдал, сжигал Библии. И, в общем, это был первый человек, которого я заблокировал на своем телефоне, потому что он просто вот, он звонил просто пьяный в жопу, и я вот только что сжегу Библию. Ну, так ты сжег эту Библию, что такое Библия? Библия-то книга, сжег и сжег, ну, твои проблемы. Будешь пожарником владеть, будешь ремонтировать, я не знаю, там что. Жалко, что сам себя не застрелил, может быть, премию Дарвина получил бы. То есть, сумасшедших хватает. И сумасшедших хватает во всех кругах, не только в тех, не только в этих, везде могут. И приманивать их даже не надо, они сами приходят, как бы. Но заигрывать вот с такими вещами, я считаю, что, ну, скучновато, во-первых. Во-вторых, сам по себе Шайнинг, это достаточно скучная музыка, как все проекты Кварфорта. Если он даже берет себе каких-то друзей, которые более-менее популярны или раскручены, все равно, в любом случае, это все все равно, все равно, все равно вот не то. Я вот послушал пару динамок с нового альбома, честно говоря, вот, ну, типичный Шайнинг, то есть, такой вот грохот такой, типа, и текстура такая очень простецкая, такая, типа, вот, лежу я голый на травах, типа, хочу я сдохнуть, типа, вот, типа, и весь смысл там в этом самом, в страдании, в экзистенциальности, все такое. Да, господи, возьми Сартра, почитай, там, я не знаю, вот, тошноту тоже, и будешь такой же точно. Не надо для этого, как бы, резать себе вены или что-то такое, чтобы понять, что мир, это, жизнь, это не сахар, но жизнь, это не сахар, да, но это и не, это и не циа не стыкали, как бы, то есть, зачем, ради какого-то придурка, который не факт, что он отвечает за свои слова вообще, ну, допустим, вот, они сосались там на концерте с маниаком-то на каком-то там, типа, такие вот они, типа, якобы, типа, гомосеки такие, все там можно, типа, да, с другой стороны, никакие они не гомосеки, вот, просто вот такой вот, типа, вот, эпатаж, да, ну, это разный эпатаж бывает, так бы, я, честно говоря, не люблю я все эти штучки, поэтому я к этому отнесся достаточно холодно, но если это единственное, чем он может, так сказать, похвастаться, то ради бога. Другой вопрос, что пошел бы ли я на концерт этой группы, если бы даже мне предложили туда пойти бесплатно, это хороший вопрос, не знаю, не знаю, я бы подумал, честно говоря, потому что музыка скучная, слова предсказуемые и, в общем-то, группа сама по себе вторична. И то, что Николас Кварклотт так хочет себя распиарить и так старается с этим работать, как бы, это мне напоминает попытки Мэнсона, но я уж тогда лучше Мэнсона послушаю, Мэнсона хотя бы у него здесь что-то есть, а там просто голый эпатаж, который идет на дурной, как бы, энергетике какой-то, очень дурной энергетике на самом деле. Поэтому я вообще не считаю, что человек должен наносить себе смертный приговор за то, что он, в принципе, не отвечает. Ну и правильно говорят, что люди, кто это сказал, недавно я совсем не читал, интервью было, кажется, с Некробатчином, что типа я этот мир не создавал и мне им не управлять. Совершенно верно, совершенно верно. И вот тут вот, как бы, мы переходим вот это вот, как бы, вот с тематики на тематику. Это то, что, в принципе, вот сейчас я готовлю такую небольшую беседу про рэп, про рэперов русскоязычных и нерусскоязычных. И вот я смотрю на Майка Тайсона, я смотрю на Тупака Шакура, я смотрю на вот эту вот, как тусовку, которая, в принципе, к белым никак не относится вообще. Я понимаю, что они более честные в каком-то плане. То есть Body Count, в принципе, это более интересная группа даже в плане Металла и в плане Рэпа Чэм Шайнин. Сколько таких групп будет еще? Миллион и две тысячи. То есть даже для этого не надо ничего специально себе резать. Придумайте себе фейковую историю о том, что в детстве вас, не знаю, там, изнасиловал марсианин, я не знаю, там, и что вы потом страдали, там, и все такое. Но предъявлять свои страдания, акистигмаз, ну, вы сами знаете, кого бум-бум, чужое горе. Как правило, никого. Это либо должны быть совсем друзья, либо совсем друзья, либо что, не совсем понятно. В общем, сложная такая ситуация, как бы ничего не скажешь. С этой группой вот послушал я вот этот альбом. Ну, приятно, что мне как бы прислали его, как бы все такое. Но что-то вот в этом всем есть сомнительное такое. Что вот если бы я с ним встретился, я бы его спросил вот так вот, глядя в глаза, а ты, вот, почему ты еще живой вообще, в принципе, то есть, вот, это вопрос, который я помню из книги, которую я всем очень советую прочесть, это «Стругацкие попытки к бегству». И там начальник стражи спрашивает у местного эсэсовца, типа, почему ты еще живой, почему тебя еще не убили, типа, почему ты еще живой, если ты такое поешь. уже, давай, выпившись из этого мира, как бы, и хватит, что ты тут, да, самое бабки-то на неофитах делаешь, как бы. То есть, сам, пожалуйста, иди, прыгай с 15 этажа, что ты себе венки-то режешь, чтобы тебя спасли потом. Так любой дурак может, вены режут не поперек, вены надо резать вдоль. Но, поскольку, видимо, он все-таки не такой знаток, или просто он, действительно, не очень, как бы, такой прямой человек, то, соответственно, все, что я, как бы, вот, мое мнение об этом альбоме, это просто много-много-много шума, отрезка, грязи. Но слушать нечего, вот, нечего слушать. Поэтому, вот, так и хочется взять со стены какой-нибудь каоса и диссипультуры и послушать вот его. Потому что там все более-менее понятно, честно. А тут, ну, как бы, не знаю, опять же я говорю, что искренность и искусство – это две разные вещи. Не обязательно, как бы, никто не требует быть искренним ни от кого. Это не обязательно, чтобы это так было. Но, когда речь идет о том, что человек орет, что из-за меня люди самоубиваются и такой довольный, я сомневаюсь, что кто-то самоубивается, во-первых, а во-вторых, сомневаюсь, что из-за него. А в-третьих, да его бы просто убрали бы, к чертовой матери просто. Нашли бы сто причин его удалить, как бы, убрать, подставить, чтобы только этого не было. Я Норвегию знаю хорошо. Они с такими явлениями уже имели дело, и они знают прекрасно, что с этим делать. Поэтому я больше за позицию, наверное, все-таки Атилы Чихара, что, с одной стороны, поджигание церкви – это, да, было актом неприятия, протестантство, в том плане, в котором он имеет свое хождение по Скандинавии, с одной стороны, с другой стороны. Зачем уничтожать памятники собственной, это собственная ваша страна, это, собственно, твоя история. Зачем уничтожать исторические памятники какие-то, что в этом хорошего, как бы, что твой альбом купят, да его и так купят, что мало, что ли. Но, с другой стороны, я сомневаюсь, что он что-то там поджигал. Я думаю, что это все-таки сделал не он, я думаю, что это сделала вот эта вот финская баба. По фамилии Пуорин, кажется, ее фамилия была. Так или иначе, темная история, которая породила вот несколько таких шанингов. Так что, единственное, что, то есть, как вы это не называете, дистрактив black metal, суицидовый black metal, я тоже когда-то в какой-то момент писал подробные песенки, пока я просто не понял, что за базар придется отвечать. Готов ли я отвечать за такой базар? Я, наверное, не готов. Вот. Ну что ж, на этом, пожалуй, мы и закончим все-таки. Не вскрывайте вены, берегите руки. И помните, что манипулировать с массами, это не такая уж и большая тяжелая работа. И поэтому помните, что не надо быть марионетками для таких, как Кварфорд и ему подобные, потому что он вас всех переживет. И я очень сильно сомневаюсь, что в реальности он настолько вот несчастный весь. Несчастный весь, это отдельный двигатель прогресса, но это уже совсем другая история. До встречи. Всем пока. Продолжение следует...